итак готовим маринованные кабачки которые можно кушать уже через сутки не надо ждать зимы что нам для этого нужно значит у меня здесь кабачки такие нужно выбирать молодые красный перчик желтый перчик это на выбор кому какой нравится можно один цвет выбрать просто так красивее получается несколько веточек укропа несколько веточек петрушки значит давайте начнем по мере готовки буду говорить что нужно конкретно сколько нужно значит на дно банки кидаем один лавровый лист чуть-чуть сельдерея у меня здесь где-то две веточки сельдерея просто замороженные несколько горошин черного перца где-то 10 штук банка у меня полтора литровая дальше на дно кладем половину укропа и половину петрушки на такое количество ингредиентов и на полтора литровая банка где-то идет 40 грамм чеснока вот так вот можно на три части большие разрезать мелкие можно оставить так на дно дальше добавляем остальные ингредиенты чеснок между ними будем добавлять нарезаем кабачки эту часть хвост убираем я нарезаю кубиками если хотите можете нарезать кружками я вот так вот один раз посередине пройдусь и вот где-то на сантиметр надо чтобы были они не тонкие вот так вот нужно чтобы кабачки были молодые чтобы кожица была тоненькая если не получается с молодыми тогда хотя бы надо убирать кожицу вот так вот все эти кабачки нарезаем и сразу же бросаем баночку чередуем дальше сюда идет перец перца как хотите можете больше можете меньше кто как любит я нарежу тоже такими кубиками вот такие на три части вот так вот кидаем желтые дальше кидаем красные и дальше опять кабачки дальше между ними идет опять чеснок можно по веточки опять зелень и и сверху опять кабачок сейчас зальем кипятком и нам надо узнать сколько воды у нас уйдет чтобы сделать маринад заодно и ошпарить овощи вот так вот залили закрываем крышку на 10 минут прошло у меня 10 минут будут вопросы я знаю уже что можно ли его хранить оставить на зиму В принципе, кабачки бывают круглый год. Зачем хранить его еще на зиму? Но если на даче у кого-то много урожая, кабачков некуда девать, тогда да. Тогда сделайте маринад, который я покажу сейчас. Залейте маринадом, поставьте кастрюлю с горячей водой, на дно постелите полотенце. Поставьте баночки и простелизуйте минут 10-15, пока цвет кабачков не поменяется. Пожелтел, сразу достаем, закатываем баночки и переворачиваем, даем остыть. А так как я не буду на зиму оставлять, я этого не делаю, поэтому я просто нагрела. Сейчас сделаю маринад и залью, и все, оставлю остывать. И у меня баночка не стерилизована, и крышка даже не новая, она прошлогодняя. Поэтому, а если вы будете делать на зиму, то обязательно простерилизуйте, и крышки должны быть новые. Выливаем в кастрюлю воду, будем делать из него маринад. Вот в эту баночку у меня ушло 3 кабачка, 1 красный болгарский перец, 1 желтый болгарский перец. Можно было бы еще, конечно, просунуть, но я хочу, чтобы маринада было больше, чтобы было место, где бы им можно было промариноваться хорошенечко. Сюда добавляем оставшийся лавровый лист, острый стручковый перец. Вот у меня сухой вот такой вот совсем, он острый. И у меня здесь веточка сельдерея осталась, замороженная, тоже кидаю сюда. Значит, горошек перец тоже сюда. Уксуса сюда добавляю 3 столовые ложки. Масло подсолнечное тоже 3 столовые ложки. Вот у меня баночка 1,5 литровая. Сюда как бы идет на каждый литр банки, идет не по воде, а по банке. Значит, 1 столовая ложка, такая без горки. У меня 1,5 литровая банка, поэтому 1,5 столовые ложки соли. Вот так вот. Одна с горкой столовая ложка сахара. Ставим на плиту, доводим маринад до кипения. Перемешиваем все хорошенечко. Пока кипит там маринад. Добавляем сверху вот так вот оставшиеся по веточке укропа и петрушки. И вот так вот чеснок просовываем. Все, маринад хорошенько закипел. Заливаем этим маринадом. Все, заливаем прям вот горячим. Залили, закрываем. Оставляем вот так вот до полного остывания. Когда полностью остынет, поставлю в холодильник. И через сутки, в принципе, уже можно кушать. Но я оставлю на 2-3 дня, чтобы хорошенечко промариновалось. А дальше вам покажу. Кабачки наши остыли. Остывали они где-то 8 часов. Хотела вам показать цвет. Как они уже в цвете поменялись. Более желтоватый оттенок уже у них. Все, теперь кладу в холодильник. Будут мариноваться там. Итак, пришло время. У нас прошло 2 дня. Позавчера я сделала вечером. Вчера не выдержала. Одну попробовала, честно скажу. И вот сегодня второй, третий день получается. 2,5 дня. В общем, можно еще оставить, если есть время. Можно сразу кушать на следующий день. Вот этот перчик у меня острый. Кстати, он вот как раз таки дал такую остреньку хорошую. Ни много, ни мало. То есть, если целый брать перец, то будет слишком остро. Если перец слишком острый у вас. Сейчас покажу, как выглядит все. Так, чтобы было видно. Ну, вроде простые кабачки, да? Но вкус очень такой. Все вкусно. Нереально вкусно. Кто хочет зеленушку, тоже может съесть. У нас она как просто для аромата и вкуса. Но как бы ее особо... Зелень в маринадах особо никто не ест. Ой, а какой аромат! Боже, просто аппетит разыгрался аж. Если у вас планируются гости за несколько дней, я вот рекомендую вам как просто холодную закуску и как вместо маринованных таких овощей к блюдам каким-то. Ой, как пахнет вкусно! Вот такая вот красота у нас получается. Покажу вам, как хрустит. Не знаю, как... Не знаю, вам слышно или нет, но хрустит, как огурец. А перчик попробуем желтый. У меня он получился такой, как немножко малосольный. Если хотите, чтобы совсем такой соленый был, то можете вместо полтора ложки добавить где-то две ложки полные. Ну, а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока! Пока!